Всем привет, дорогие друзья, уважаемые зрители, с вами Александр. В этом видео я хочу вас познакомить с самой первой в мире камерой GoPro Hero. Вот вы видите, она у меня сейчас закреплена здесь вот на руке, на левой. Значит, эта камера была выпущена в 2004 году, ником Woodman разработана. И, значит, мы сегодня посмотрим, что у нас идет в комплекте, значит, что она из себя представляет, какие здесь кнопки есть, как все устроено, и тому подобное. Если вас заинтересовало, оставайтесь со мной. Перед нами камера GoPro Hero, здесь наш герой обзора, и современная камера GoPro Hero 3 Plus Black Edition. Это 2013 года выпуска, это 2004 года выпуска. Значит, это самая первая камера, которая была выпущена в линейке GoPro Hero. Итак, давайте посмотрим, что у нас было в комплекте. Значит, здесь у нас вот такой ремешок шел с надписью Hero TM. Вот, очень надежный ремешок. Отложим его в сторону пока. Дальше шла вот такая инструкция на английском языке о том, как пользоваться камерой, как ее закрепить на руке и так далее. Давайте я сейчас ее раскрою, покажу. Кстати, на инструкции изображен сам Ник Woodman. Вот, можете его повнимательнее рассмотреть. Здесь полностью показывается, как пользоваться ремешком, как его закреплять. Дальше здесь у нас показывается, как правильно устанавливать пленку, фотопленку, как ее отматывать и тому подобное. Вот, сейчас, кстати, я вам покажу. Действительно, чтобы вы удостоверились. Удостоверились здесь у нас, вот здесь камера, да, увеличила. Копи-райт 2004 год. Woodman Lamps. И МЦ GoPro Hero. Вот, так что все оригинальное, все настоящее. Так, давайте инструкцию я уберу в сторону вот сюда. И сейчас мы познакомимся поближе с самой камерой. Значит, как вы видите, камера имеет точно такой же цвет, как и современная GoPro камера, серебристого цвета. Здесь у нас пишется Focus Free, 28 мм линза, специальная синяя такая пластмассовая перегородка для того, чтобы удобнее было держать ее. Здесь у нас с правой стороны находится защелка, подобная такая же, как и на современных камерах. Здесь тоже такая же, синяя. Здесь у нас специальная железочка для дверцы, для того, чтобы у нас открывалась дверца. И вот здесь такой ремешок, вот он у нас. Вот так он выглядит. На руке сидит камера очень надежно, просто вообще супер. Значит, никаких нареканий нет по поводу качества материала. Все очень качественное, вообще супер. Мне прям понравилось все. Значит, на видео вы сейчас можете наблюдать, как я даже во время езды на машине могу управлять ей. То есть, во время езды на машине я закрепил ее на руку и вполне спокойно ехал. Вот. Давайте сейчас я продемонстрирую, как это вообще она крепится на руку. Значит, мы берем ее. Так, сейчас попробую на камеру это продемонстрировать. Значит, одевается она у нас таким образом. Так. Продеваем нашу липучку. И одеваем саму камеру. Затягиваем. Именно вот так. Да. И вот у нас она вот так крепится. То есть, вот так вот. Если вы захотели сделать снимок, вы берете, откидываете камеру вот таким образом и делаете снимок. Так. Если вы сделали снимок, закрепляете вот таким кольцом резиновым. Специальный крючок здесь есть такой. И вот она вот так надежно закреплена на руке. То есть, сейчас попробую подальше немножко так показать. Да. Вот, видите. Очень классная конструкция вообще. Все супер. Все работает. Так. Ну что ж, давайте мы сейчас ее отстегнем и посмотрим, что у нас внутри она из себя представляет. Так. Все. Итак, давайте же мы ее разберем. разбирается она вот таким образом. Откидываем одно крепление, откидываем второе крепление и аккуратненько открываем дверцу и вытаскиваем саму камеру. это я пока положу в сторону. Вот сама камера. Значит, обычная мыльница того времени, то есть, которые выпускались. Простая. Очень легкая. Вообще просто невероятно легкая. И давайте пробежимся быстренько, что здесь у нас есть. Значит, начнем сверху. Сверху у нас специальный рычаг выдвижной вот здесь он выдвигается для того, чтобы смотать пленку, когда она подойдет к концу. Дальше счетчик кадров, кнопка спуска для снимка, кнопка взвода. Здесь мы взводим и фотографируем здесь. Дальше специальный искатель, специальный видоискатель, или как его назвать правильно, да, в общем, окошечко для того, чтобы сделать снимок. Здесь у нас пишется рекомендации на английском языке, какая пленка лучше подойдет и предупреждение, что прежде чем открыть корпус, вы должны смотать пленку обратно, иначе она засветится и у вас не получится никаких снимков. Дальше сбоку у нас идет серийный номер. Снизу вот здесь у нас вот так вот пишется, где была произведена камера Madanchino и кнопочка для того, чтобы смотать обратно пленку. Такой блокират стоит. Дальше на другом, на другой стороне у нас значит клавиши для того, чтобы открыть заднюю крышку и вытащить пленку. Ну и в принципе сама линза, надпись GP Hero. Вот. В принципе больше ничего здесь нет. Вот. Давайте сейчас мы сравним саму камеру. вот она у нас с GoPro Hero 3 Black Edition. Значит, откроем ее тоже корпус и посмотрим насколько все изменилось за время. Так, ну вот. Можете сами невооруженным глазом видеть. То есть 2004 год, 2013 год. Как все изменилось. то есть вот так вот. Давайте я вам покажу. Вот они. Значит, как мы видим тот же самый цвет. Та же самая конструкция, просто здесь стала очень маленькая камера и научилась снимать видео. Здесь мы можем снимать только фотоснимки. то есть и размер как вы видите вообще тоже большой. Кстати, эта камера тоже очень легкая и очень удобна. В принципе, это все. Для вас я еще подготовил специальный репортаж презентации этой самой камеры в 2005 году. Видео я нашел на просторах YouTube и решил его перевести для полноценности обзора, для наглядности от самого основателя Ника Вудмана. Он рассказывает, как работает эта камера и как вообще он додумался до этой идеи. Я все перевел, можете послушать на русском языке. Все специально сделал для вас. Вот. Благодарю за внимание. Приятного просмотра. Комментируйте, спрашивайте. Я всегда постараюсь вам ответить. Всем пока. И сейчас наш следующий претендент Николас Вудман из Салсалита, Калифорния. Он покажет сегодня нам новую хиру камеру, которую вы можете одевать на руку подобно часам и делать снимки в экстремальных условиях. Итак, приветствуем нашего гостя Николас Вудман. Привет, приятель. Здравствуйте. Вы знаете, это замечательная идея. Просто задумайтесь, сколько раз вы пытались сделать снимок, когда находились в отпуске и были, допустим, под водой. И камеры, которые фотографировали в то время, они не позволяли этого сделать, потому что они были водно-предотворенциаемы. А эта камера позволяет погружаться до 5 метров в воду. Все, что вам нужно, это откинуть камеру, сделать снимок, вручную зарядить ее и откинуть на обратное место, закрепив кольцо. Да, правильно. Как вы вообще додумались до этой идеи? Ну, вы знаете, я занимался спортом с моими друзьями и каждый раз я думал, как же можно сделать снимок о моих достижениях или каких-то успехах и показать их друзьям, естественно, соответственно. И поэтому я придумал такой ремешок и если вы хотите сделать снимок, вы просто откидываете камеру вперед, наводите на объект, делаете снимок и держитесь за руль, допустим, вашего велосипеда и не переживайте, что она у вас упадет. И она защищена водонепроницаемым кейсом. Что это означает? Это означает, что вы можете погружаться с этим фотоаппаратом на глубину примерно 5 метров. Да, правильно. Это поразительно. Крепление очень удобное на такой специальной липучке. Да. И то есть это для каждого подойдет, Да, да, правильно. Я вообще-то взял эту идею у моего 9-летнего кузина. В основном вы будете использовать эту камеру в солнечное время и когда будете плавать, но вы, наверное, хотите знать, какого же качества фотографии. Давайте взглянем на фотографии, которые сделаны были нашей камерой. Эти фотографии были сделаны в прошлом году, когда я путешествовал с моей девушкой на Гавайях. Она сфотографировала меня и я сфотографировал ее. Вот так. Вот он подводный экшен. Замечательно. Да, да, вот вы видите у нее камера на руке. Вы знаете, качество фотографии просто великолепное для такой маленькой камеры. Да, вам не обязательно покупать какую-то дорогую камеру. Все, что вам нужно, это иметь такую маленькую камеру всегда под рукой. Когда что-то происходит, вы можете сфотографировать. Скажите, а батарейки нужны для этого? Нет, она механическая, никаких батареек. То есть она водонепроницаемая, 24 снимка от одной пленки и мы можем ее исправить где угодно. Да, правильно. Давайте посмотрим небольшое видео. Что это вообще за видео? Это видео показывает, как легко использовать камеру в различных условиях, например, в воде. То есть камера у вас всегда находится под рукой и вы можете делать замечательные снимки, будь вы на лыжах, либо на сноуборде, не снимая перчатки. Вы знаете, я тут подумал, что эта камера очень хорошо подойдет тем, кто занимается, допустим, сноубордом и ему не нужно постоянно снимать перчатки, чтобы сделать какой-то замечательный снимок. Да, действительно, камера всегда под рукой, потому что она закреплена удобно. И еще, Николас, хочу сказать, что эта камера очень легкая. Да, она всего весит 7.2 унций вместе с пленкой. Вы только подумайте, 17 долларов 73 цента. Вы можете носить с собой эту камеру в холодную погоду, в жаркую погоду, независимо, будь это океан или озеро, то есть вы можете везде погружаться с ней под воду. Это просто невероятная идея. Это просто здорово для всей семьи. Да, я всегда говорю, что тот, кто одевает эту камеру, становится героем, потому что вы постоянно находитесь в экшене. А я люблю то, что в ней нет вообще никаких батареек. То есть я вот так откинул ее, зарядил потихонечку и сфотографировал. Снова заряжаю ее, закрепляю и возвращаюсь к мотоциклу, к велосипеду и так далее. Наслаждайте. Если я хочу заменить пленку, что для этого мне потребуется сделать? Покажите мне, пожалуйста, как это сделать. Это очень просто делается. Здесь есть две защелки, то есть мы открываем ее и сразу же у нас открывается доступ к камере. Значит, перематываем вручную пленку для дальнейшей проявки и мы используем любую либо цветную, либо черно-билую пленку. Да, я рекомендую вам, если вы снимаете в солнечную погоду, то эта пленка от 100 до 400, если вы снимаете под водой, от 400 до 800. Ну что ж, Николас, большое тебе спасибо, что пришел. Мне было очень приятно. Мне тоже. Спасибо большое. Всем спасибо. О, боже мой. Это целый рабочий день. Номер заказа L5832 это просто клевый продукт. Да уж, это клевый продукт. Вы построили целую империю благодаря лишь всего одной камере. Вы знаете, с запуском вот этого в 2004 году и сейчас мы пришли к вот этому, к самой продваемой в мире камере, я думаю, это просто мечта каждого. Это мечта. КОНЕЦ КОНЕЦ